Братья и сестры, я вас приветствую. Книга-притч 18 глава, 4 стих, записаны такие слова. Слова уст человеческих, глубокие воды. Тема моей проповеди – наши слова. Наверное, вы согласитесь со мной, что легко человеку говорить о своих ошибках или о своих грехах, которые были в прошлом. Может быть, и вы свидетельствовали когда-то о своей жизни, и слышали свидетельства других людей, и они рассказывают, кем они были, какое зло творили, какие грехи делали. И когда это уже в прошлом, тебе легко рассказать и другому сказать. Вот я прошел такой путь, это в моей жизни было. Но нелегко, и многие даже не говорят о том, что происходит сейчас у нас. С чем мы сейчас боремся, в чем мы сейчас согрешаем. Мы не желаем другим открыть. Тема, которая касается лично меня, которая касается каждого человека, которая актуальна сегодня, о которой нужно проповедовать, но нелегко говорить, потому что это касается тебя. Это наши слова. Я думаю, что больше всего мы грешим в наших мыслях и в наших словах. И эта тема, она будет все время волновать нас, потому что мы говорим, мы используем свой язык, нашу речь, и в этом мы очень много грешим. Тема языка очень важная, потому что Бог хочет, чтобы мы изменялись. Поэтому в Библии очень много мест уделяется именно языку, нашей речи, нашим словам. Я предлагаю прочитать текст, записанный в послании Иакова, 3 глава, с 1 стиха по 12. Иакова, 3 глава, с 1 стиха. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык. Огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Иаков затрагивает тему, которая важна была и для него. Он в том числе вместе с нами. Даже апостол признает то, что все мы много согрешаем. Он предупреждает, будучи учителем, будучи пресвитером. Он предупреждает служителей и говорит, не все делайте с учителями. Тот, кто много говорит людям, тот, кто в слове пребывает, учит, он должен быть очень осторожным в словах своих. Иаков приводит несколько примеров в этом тексте, который мы прочитали. Он показывает большой корабль. Ребята, кто сейчас рисует, пишет, все внимательно слушайте. Корабль большой, огромный. Наверное, кто-то замечал круизные лайнеры в Америке. Но там маленький руль. В задней части, в самом низу корабля есть маленький руль. И вот этот огромный корабль, но он управляется. Вы знаете, есть такая профессия дипломат. Человек, который представляет государство на международном уровне. И дипломата учат с раннего возраста, как только он начинает, избрал эту профессию, его учат правильно говорить, правильно строить предложения. В основном все отношения дипломатов на уровне их речи. Дипломат не может позволить себе нагрубить, не может позволить себе оскорбить, не может позволить себе, даже если ему неприятно, если он негодует, не может позволить себе какие-то слова грубые. Его речь, она строит взаимоотношения между государствами. Наш язык, Иаков говорит, это огонь. Сколько вреда, сколько зла, сколько греха причиняет наш язык. Псалмопевец Давид, когда убегал от Саула, прятался в пещере, в 58-м псалме, 13-м стихе, сказал такие слова. Слово языка их есть грех уст их. Библия открывает нам, как мы можем вырешить языком. С чем нам нужно бороться? Какие слова принесут вред нам и другим людям? Я начал выписывать, искать по симфонии, смотреть, что Библия говорит о языке, какие грехи языка. Я не буду приводить тексты писания, я просто перечислю список. Это только коротенький, который, может быть, я заметил. Наверное, есть больше. Смотрите, что Библия говорит. Как мы согрешаем в нашей речи нашим языком? Пустословие, сквернословие, сплетни, клевета, ложь, лжесвидетельство, ругательство, злоречие, богохульство, проклятие, словопрение, споры, хульные слова, лесть, неправда, лукавство, глупые слова, праздные слова, гнилые слова, унижение, осуждение, коварные уста, нечестивые уста, высокомерные слова. 24 вида я насчитал. Хотя я знаю, что есть и больше. Просто я, наверное, не посмотрел все тексты. Если мы будем смотреть, насколько Библия показывает человека только всего лишь маленьким языком, сколько греха может наделать. Не только мы об этом беспокоимся. Не только мы сегодня рассуждаем. Даже Давид, зная, что он царь, ему много предстояло говорить, управлять, делать каких-то указаний. И он размышлял над тем, что он много говорит, и его слова имеют какое-то значение. И он задумывался, а как же использовать правильно слова? Вы подумайте, о чем же тогда говорить, если сколько слов должно быть исключено из нашей речи? Давид в Псалуме 18-15 стихе говорит, «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою Господи, твердыня моя и избавитель мой». Урок, который он для себя взял и поставил, он говорит, чтобы слова были угодны Богу. Так он себя хранил, так он себя оберегал и контролировал, чтобы слова были угодны Богу. А есть ли в Библии примеры добрых слов? Какие слова угодны Богу? И что мы должны говорить? Есть ли есть такой большой перечень слов, от которых мы должны избавиться? А есть ли перечень хороших слов, к чему мы научиться должны? Есть, братья и сестры. Я посмотрел также перечень, что Библия хочет, чтобы мы говорили, что из нашей речи должно исходить. Перечислю также список, не буду говорить все тексты Писания, где это записано. «Благословение, хвала, словословие, моление, прошение, молитва, песнопение, благодарение, слова поощрения, похвала, правда, добрые слова, ласковые слова, слова истины, мудрые слова, слова утешения, приличные слова, праведные уста, чистые уста». Это те слова, которые должны исходить от христианина. Это те слова, которым Бог призывает, чтобы от нас исходили. На эту тему каждое из этих слов сказано в Библии и можно говорить целую проповедь. Например, если вы сравните скверное, сквернословие и чистые уста. Сколько сегодня много грязной речи у людях? Даже замечающие или молодые люди, или люди, которые позволяют себе какой-то жаргон, сленг, разговаривают и речь нечистая. А как приятно разговаривать с человеком, у которого чистая речь. От него исходят приятные слова. В простой, обычной беседе, в обычном разговоре настолько приятно было услышать человека, у него настолько речь, которая тебе ложится легко на душу. Приятные слова. Но тема моя сегодня не о том, чтобы раскрыть каждый из этих грехов или показать, как обратить внимание на каждый в отдельности. Моя цель сегодня, чтобы каждый слушатель задумался о том, что мы очень много говорим, мы используем нашу речь в нашей жизни, и чтобы мы сделали остановку и подумали, правильно ли мы говорим, все ли угодно Богу, и как изменить речь, потому что мы сами признаемся, что мы очень много согрешаем. Иисус Христос сказал, Матфея 12 глава, 36 стих, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Меня этот стих приводит в ужас, братья и сестры. Вы представляете, что за каждое праздное слово, сколько слов мы уже сказали в нашей жизни, сколько мы еще скажем, слов праздных, ненужных, нехороших, обидных, и за каждое слово нужно будет дать отчет перед Богом. Все записывается. Библия предупреждает, Иисус Христос говорит, что это важно. Важно следить за своим языком. И Библия дает несколько советов из Библии, как использовать нашу речь. Иаков 1 глава, 19 стих, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». И притча 17, 27, «Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен, и глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста свои благоразумным». Один из советов – это медленно слова, не всегда говорить. Чтобы нам как-то для себя определиться, будут три совета сегодня. Первый совет из Писания – это медленно слова. Особенно, если вы знаете людей, с которыми у вас не получится поговорить о чем-то духовном, о чем-то хорошем, есть люди, с которыми ты встречаешься, и у них одно – на уме, ты знаешь уже, о чем будет речь. Лучше помолчать. Иногда можно сойти на другие рельсы. Иногда люди поддаются влиянию, и смотришь, и они уже разговаривают так, как человек, который ругается, или плохо говорит, или там анекдоты, или пошлость, и смотришь уже, и христианин на его рельсы стал, его речь уже искаженная. И один из советов – это меньше говорить. Притча 21-23. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Совет второй – охранять свои уста. Знаете, когда тяжело? Когда внутри все кипит. Наверное, каждый это испытывает. Мы же люди, у нас на каждом, наверное, есть в семье какие-то конфликты, на работе, с людьми. Когда ты прав, а кто-то не прав. И тебе хочется высказаться. Тебе вот так все кипит, и ты и наговорил, и наговорил хранить уста. Положить перст свой на уста. Есть такое место в Библии. Чтобы не сказать, охранять свои уста. Дать время. Оно пройдет немножко, тогда правильно можно будет сказать, правильно отреагировать. Совет второй – это охранять свои уста. Притча 15-28. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Третий совет – обдумывать, прежде чем сказать. Это тоже очень сложно. Бывает такое в жизни, что обдумываешь после, и говоришь, зачем сказал? Ну, поторопился же. Поторопился, испортил отношения. Поторопился, неправильный поступок какой-то сделал, неправильно людям пообещал что-то, что-то сделал. Не обдумывал. Как важно просто взять небольшую паузу и подумать, прежде чем сказать. Это Библия советует нам. Библия говорит, что будете следовать этому, будете иметь благословение. Это слова, которые угодны Господу. Это то, что будет радовать других. Вот в Притче 15-23 написано, «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Пусть наши слова радуют других. Пусть наши слова будут вовремя для тех, кто нуждается в этих словах. Это хорошо, это приятно человеку. И даже если мы будем охранять свои уста, беречь их, Библия призывает, что мы должны их открывать, и очень часто в одном. Где, братья и сестры, мы должны открывать свои уста? В томе молитвы. Сегодня. Сегодня Бог дает нам возможность. Мы здесь собрались, с каждым есть возможность открыть свои уста. Это будет угодно Богу. Вот почитаем тексты Писания. Псалом 134, 3. «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно». Евреям 13, 15. «Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Это угодно Богу, братья и сестры, чтобы мы Его славили, хвалили нашими устами. То, что мы пришли сегодня, мы показываем Господу, что нам действительно дорого это время. Но Господь хочет, чтобы мы открыли наши уста для поклонения. Почему у нас есть и молитвенное время, когда мы можем каждый прославить Бога? Хвала – это угодное Богу. Это то, что Он хочет, чтобы от нас исходило. В Осии 14, 3 записаны такие слова. «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Сегодня Господь хочет от нас этой жертвы, наших уст. И сейчас у нас будет молитва, чтобы прославить Господа. Он достоин хвалы, поклонения. И пусть вот эти три совета, которые мы сегодня услышали, и слов Писания, пускай они будут у нас в памяти, чтобы нам контролировать свою речь, чтобы наши слова были угодны Богу и приносили благо другим людям. Аминь. Помолимся.